Здравствуйте! С вами Светлана! Ну, как вы провели новогодние праздники? Я считаю, что каждый, наверное, провёл хорошо. Так как, ну знаете, как потопали, так и полопали. Как себя мы подаём для друзей, так они к нам и относятся. Конечно, если к вам никто не пришёл в гости, значит, наверное, вы не умеете наладить отношения с друзьями. Если у вас много друзей, а обратиться в трудную минуту некому, значит, это были не друзья. Это я так решила пофилософствовать. Ну и что, девочки, пока ещё у нас камин наряжен, пока ёлочка стоит, скоро будем убирать. Александр говорит, давай ставим до 8 марта, ну максимум до 23 февраля. Это, конечно, он шутит. Конечно, нужно будет ёлочку уже снимать украшения и отправлять до следующего Нового года в коробку. Зластёна, а ты что здесь одна? Пойдём с нами завтракать. Александр обещал нам там кофе вкусное сварить. Вкусное кофе сварить обещал. Да? Пойдём. Пойдём. Вкусненькое кофе. Собакам, конечно, кофе нельзя, но... Пойдём, 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 Злата! Пойдём. Пойдём кофе пить. Пойдём. Пока на завтрак жарится яичница, я вам хочу показать... Я жарю себе. Ты будешь, нет? Я нет. Я буду кофе. Ну да, конечно. Так вот. Как её назвать? Кофе-машина. Да. Ну вот как это... Наша замечательная кофе-машина может сделать такое... Да, посмотрите. Нажимаешь на разные кнопочки и выдаёт разное кофе. Такая красота, вкуснота. Как она распознаёт, что я хочу, что хочет Светлана. Кстати, у нас зрительница тоже купила себе кофе-машину, как у нас. Де Лонге динамика. Очень рекомендуем. Да. Хорошая машина. Ну вот, моё капучино. Всем приятного аппетита. И Светлана, латте. Ну а Александру яичница, картофель и скобаса. Я ж не просил яичницу. Да, конечно. Я ж говорю не буду. Любишь ты это, любишь. Ну нет, любить и хотеть. Много не разговаривайте. Просто кушайте, завтракайте. Приятного аппетита. Приятного аппетита всем. Уже ближе к вечеру и я решила приготовить салат. У меня яйцо отварное, лук красный, креветки, остался горошек, ой, девочки, кукуруза, картофель, ну и конечно же майонез. Мне написали, что Светлана, вы так рекламируете майонез. Я не рекламирую, я показываю, чем я пользуюсь. Картофель нарезаю мелко. Знаете, как на оливье. С яйцом. Мелко-мелко-мелко лук. Затем кукурузу. И нужно будет очистить, попросить Александра очистить креветки. Все это не слоями. Просто перемешать, как салатиком. И добавить майонезик. Но можно, кто хочет, сделать слоями. В принципе, любой салат, даже оливье, его можно подавать слоями. Я считаю так, в принципе-то. И любой салатик, который идет слоями, можно сделать перемешку. Здесь уже так, знаете, как хозяйка решит, так и будет. Так, горошек нужно пересыпать. Когда сделаю, обязательно покажу, что у меня получится. И скажу, вкусно или нет. Потому что этот салат я делала обычно скрабовыми палочками. Но с крабовым мясом. Крабовым мясом уже не осталось. Я покупала три пачки всего. Поэтому у нас есть креветки. И я решила отварить креветки. Варить их совсем, прям чуть-чуть, чуть-чуть. Знаете, в кипящую воду положите, совсем чуть-чуть. И вот, что у меня получилось, девочки. Еще я добавила сюда, забыла вам сказать, огурец. Свежий огурец. Картофель, кукуруза, креветки, лук, яйцо и свежий огурчик. Шкурочку у огурчика я очистила, чтобы не было такого грубы в салате. Чтобы не грубил в салате мне. Но и гостям было приятно. Сейчас посолим. Так как я, естественно, и картофель солила, я добавляю соли немного. Если что, потом подсолю. Майонез у меня будет. И все перемешиваем. Можно сметану. Знаю, что майонез многие делают сами. Никаких проблем. Даже, наоборот, приветствуется это. Но майонез я делала один раз. Очень вкусно, конечно, получается. Но, знаете, мы вообще майонез как бы не едим. Поэтому делать мне его смысл. Нужно наделать и съесть. А мы едим майонез только вот тогда, когда праздники какие-то. Больше любим с маслом любые салаты. Они действительно вкусные. С маслом масло можно. И кукурузное, и оливковое, и подсолнечное. И оливки плюс подсолнечник. Все что угодно. Любое масло. Хорошенечко все перемешаем. Можно было бы сюда добавить морковку вареную. Но я не стала добавлять ее. Потому что в новогодние праздники было многое что с морковью. Так, гости уже общаются. Саманта там радуется. Довольная такая. От счастья аж в поларе. Собаки тоже, кстати, очень любят, когда кто-то приходит в гости и новое общение. Так. Буду подавать вот в таких салатниках. Это мне Надежда дарила. И второй у меня тоже такой же я покупала. Салатник. Так получилось, что два салатника покупали. Надежда мне дарила, купала фамилии. И потом я как-то через какое-то время тоже зашла в фамилию. Смотрю, а там точно такой же салатник. Для фамилии это большая редкость. Потому что у них, ну, чтобы собрать, допустим, там какой-то сервиз из чашек из шести. Или что-то еще, это нужно, наверное, весь город объехать и посмотреть, и выбрать итогов. Это редко. Потому что я как-то видела три чашечки. Думаю, куплю три чашки. Но хотела сделать сервиза. Шесть чашек, шесть блюд. Не купила. Думаю, съездю я сначала в выходной. Посмотрю. Может быть, где-то еще будет. Ну, чтобы не было три. Вот знаете, вот эти вот три ни туда, ни сюда. Вот, ну, в выходной съездила, с подругой посмотрела, ничего не нашла. И те три не купила тоже. Потому что так у меня есть из чего пить чай. Несколько сервизов и отдельные чашки и кружки, поэтому нет. Так, вот такой салатик получился. Поверьте, он очень вкусный, простой. Там никаких ингредиентов нет таких сложных. Ну, единственное, что возможно, ну, креветки. И то креветки продаются везде. И скидочные есть. Дни с работы заехать и посмотреть. А можно крабовые палочки, крабовое мясо. Ну, вот я говорю, я покупала всего три штуки. У меня уже закончились они. Поэтому получились с креветками. Но ничем не хуже. Так, и теперь я хочу добавить. Так, это в холодильничек уберу, чтобы на стол подать. Сейчас прям, вы знаете, холодную. Потому что в комнатной температуре мне салаты, допустим, не нравятся. И я вам говорила вот про эту красоту. Так смотрится классно, да? Здесь у меня сахар. Но это только в новогодние, не в новогодние, а в зимние месяцы будет здесь вот такая композиция. А весенняя будет другая, летняя тоже другая. Здесь у нас кофе для кофемашины. Вот я и хотела ее заполнить. И кофем. И все. Кофе в последнее время стали покупать вот такое. Вот меня спрашивали, каким кофем пользуемся для кофемашины. Вот такое кофе. Сейчас он очень, кстати, вкусный. И сейчас покажу. Ой, где оно? Мы, наверное, не выпили. И вот такое кофе. Оно немножко покрепче. Мне оно не очень понравилось. Но, знаете, это на вкус и цвет. Так, вот это мне очень понравилось. Оно не крепкое-крепкое. Оно такое нормальное, среднее. И вот такое вот Александру понравилось. Ну, тоже, говорит, допьем, больше покупать не буду. Но понравилось. Но вот это вот вкуснее кофе. Он прям такой насыщенный. Лучше. Так, все. Ответила я на вопрос. Ну, и буду я, наверное, на стол накрывать. Развлекать гостей. Девочки, отвлекаюсь. Поэтому забыла вам сказать, что обязательно добавить нужно сыр. Сейчас я добавлю. И перемешаю. У меня вот такой вот сыр. Вообще можно любой. С сыром просто объедение. Пальчики облежутся. Сверху посыплю. Чтобы, конечно же, уже не перекладывать. Вот так вот будет у нас. Ну, отвлекают. И я как-то забыла. Хочется и вам уделить внимание, и гостям уделить внимание. И здесь, среди снега, у нас зелененькие такие веточки. Ну, так. Мне кажется, очень даже неплохо. Были гости и подарили презентики. Ну, так, знаете, для... Просто для внимания. Так, Александру носочки. Вот такие вот темно-синие с рисунком. У меня носочки розовые. Ну, как девочки. Даже, смотрите, перевязаны лентой. Классно, да? Здорово. Крем для ног. Тоже. Девичий с лавандой. С ароматом лаванды. Это вообще я обожаю лаванду. Так. И еще вот такая вот красота. Все это было в пакетиках новогодних. Тоже очень приятно. И, девочки, смотрите, какая красота. Новогодняя композиция. В стеклянной вазе. Здесь веточки голубой ели. Которую, наверное, покупали для композиции. Здесь у нас ягодки шиповника. И хлопок. И вот у меня вопрос. Ну, шиповники, ягодки шиповника, они, естественно, декоративные. А вот хлопок, хлопок натуральный или нет? Потому что, смотрите, вот он хлопок. С обратной стороны мне кажется, как натуральный, да? С этой стороны, я не знаю. Я вообще ни разу не видела натурального хлопка. Не была в Средней Азии, поэтому я не в курсе. Сама веточка, черешочек, он тоже натуральный. Это не что-то флористическое. Очень красивый такой. Но мне кажется, все-таки искусственный. Не знаю. Меня в сомнение вводит, что он натуральный, а не искусственный. Это вот обратная сторона. Но если это искусственный, очень даже хорошо сделан. Прям мило, 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 мило. Классно. Эта композиция также будет долго стоять. Вот в такой вазочке ее можно поставить куда угодно. Здорово, да? Мне вообще нравятся любые такие украшательства. Нежные, милые, неожиданные. Так, кто это идет? Зластеный идет. Идем, Зластен, к нам. Ну, проходи, проходи, проходи. Так, скажи, а что это вы тут? Здравствуйте, девочки! С Новым Годом! Скажи вас всех! С Новым Годом! Так, тебе нужно, да? Ну, смотри, что это такое. Да, да, да. Что такое? Так, вот такие вот прям милые подарочки, презентики. Ну, а Зластену, я вам уже показала девчонок, я их подстригла, старалась подстричь к Новому Году, чтобы у меня появилось время для стрижки. Стригу я их пять часов в троих. Ну, конечно, уже к вечеру они мордочку разлохматили. Ну, посмотрите, какая стрижечка! Ах, какая красавица! Встань, Ру... Златик, встань по-выставочному. Задние лапки. Ой, нет, одной рукой мне неудобно. Мы же выставлялись и... Вот, вот так, встань, встань. Так, молодец, стой, стой. Опа! И мордочка, она должна вот в ту сторону. Скажи, я не хочу туда смотреть. Вот, ну, в общем, наша блондинка. Да, блондинистая девочка. Так, девочки, рассказывайте, как вы встретили Новый Год? Ну, вообще, все праздники, как вы встречаете, Рождество. Будете ли вообще отмечать Старый Новый Год? Я когда поздравляю со Старым Новым Годом, я всегда смеюсь, потому что сочетание Старый и Новый Год. Но я всегда говорю, поздравляю вас с Новым Годом по старому стилю. Вот так вот. Потому что, как бы, Новый Год, Старый Новый Год, он по старому стилю, его отмечали раньше, потом передвинули все это. Ну, что, как вы отмечали Новый Год? Где были, в гостях или к вам приходили? Что готовили вкусненького, девочки? Вкусненькое? Да, конечно, вкусненькое. Девочки угощали своих близких и родных вкусненьким. Да. Я готовила и горячее блюдо, и закуски, и салатики различные. И, я говорила, два этапа у нас были. Гости. Сначала одни приходили, потом вторые, потом третьи, потом мы ходили в гости, естественно. Вот, как-то так. Да, Зластена? Так, ну что, поделились мы с девочками, рассказали. Теперь ждем рассказ о выходных, о праздниках. Ну куда ты прямо? Ты прямо в камеру, Злата. Ну что, я думаю, нужно уже разбирать елочку. И вообще пройтись по всей квартире и собрать декоративные украшения. У меня бывает так, девочки, что я вроде бы все убрала, все сняла. Опа! Это у нас коробки. Александр мне принес с гаража. Все убрала. А оказывается, где-то на ручках декоративные новогодние такие весюлички висят. Или в прихожей где-то на кухне. Короче, я сегодня по всем трех комнатам пройду, по кухне, по прихожей, все-все постараюсь убрать, чтобы потом не докладывать в пакет и не идти в гараж собирать, туда складывать. Ёлочка мне очень понравилась и я считаю, что нужно еще и за два месяца до Нового года ставить ее, потому что месяц пробежал быстро. Даже не успели оглянуться, как уже Новый год. Вы, наверное, думаю, заметили это, правда же? А Новый год-то одна новогодняя ночь, там Рождество, старый, вернее, Новый год по старому стилю и уже скоро крещение будем отмечать, а там и мужской и женский праздник, праздник весны будет. Короче, все бежит, все течет, быстро очень. Жалко, конечно, ее разбирать, но, как Александр пошутил, до февраля, до марта, конечно же, нет. Все нужно будет собрать, убрать и помыть полы, заменить покрытие на диван. Короче, немножко, немножко убраться после Нового года. Единственное, что я оставлю, декоративная такую, так, где она? Вот такая вот штучка декоративная мне дарила Александра, ой, извините, ее я оставлю, пока она не посыпется. Вот как только елочка эта будет сыпаться, я ее выпрошу. А так пусть стоит, все равно же зима еще, но Александр мне сказал, что она очень толка, потому что сорт такой. Это Александра делала, супруга моего, сынули. Пусть стоит, поставлю на стол. Да, и не забыть убрать со стола, как он называется там, веночек. Итак, что здесь у нас? А здесь у нас вот такие вот контейнеры. Кстати, советую купить под игрушки. Это у меня различных игрушек очень много. И то мне не хватает. Вот бы еще один такой контейнер купить. Вот такой же контейнер я покупала под корм собакам. Сегодня Александр еще с работы зайдет и корм принесет. Мы заказывали в этом году уже. И сразу из пакета всыпаем в эти контейнеры. Они такие вот высокие. Смотрите, высокие. Крышечки закрываются, а под игрушки детям, внукам вообще классно. Здесь мне нужно разобрать, может быть, что-то выброшу. Какие-нибудь старые игрушки выброшу. Здесь что-то выброшу, я надеюсь. Так, ну и давайте с вами вместе хотя бы несколько игрушек разберем и все. Я смотрю, когда ходила на мусорку, выбрасывала мусор, я смотрю, уже многие выбросили живую елку. Ну, правильно, конечно, она так долго стоять не может. поэтому я вот все-таки, когда была маленькая, мы с Надеждой были маленькие, у нас папа с мамой всегда покупали елки, сосны, и в детскую комнату отдельно елка была, и в гостиную тоже была отдельно елка. По-моему, в гостиную у нас была сосна, а в детской комнате елочка такая небольшая, живая, свежая елка, свежая. Вот. Так, ну что-то зацепилось. Вот, и тоже у нас как-то они долго не стояли. Все это нужно. А, еще камин нужно разнарядить. Так, камин-то тоже, смотрите, он у нас украшен как. Все, все нужно убрать. Вот этого оленя так мне не хочется убирать, но он вместе со всеми декоративными элементами, а может быть его оставить, а потом просто в кладовку убрать, потому что ну он такой красивый, прям прелесть. Может быть оставлю его, пусть постоит. Ну просто красавец, посмотрите какие красивые у него рога и все блестит. Ну вот этих оленей конечно я же уберу, все уберу, все сложу, бусинки сложу, где камин у нас, где портал, все тоже уберу. А вот сам камин, кстати, я оставлю, его не обязательно убирать, он такой постоянный. Ой, а давайте включим. Так, опа, настроение зимнее. Подсвеченьки у меня тоже остаются, как бы они и зимой и летом декоративные по бокам элементы гном, гном, так и простоял у нас все праздники. Так, ну а цветок, вот что я хочу сказать, сейчас подвергну, цветок у нас вот так сейчас выглядит. Что хочу сказать, все-таки я очень много на работе поспрашивала сотрудников, потом с подругами разговаривала, потом я очень много читала именно про этот цветок, что он все же декоративный, декоративный, его именно выращивают вот цветение, так, где у нас цветочки, а уже и цветочки все подваливались, вот здесь серединочки я вам показывала цветочки были, да, все уже именно к Рождеству, к Новому Году, и стоят они на прохладе, или на балконе, или при входе в дом, в дачу, но это не у нас, это где-нибудь южное что-нибудь, а у нас-то все замерзнет, конечно, хотя в этом году у нас было тепло, вот, ну и навряд ли этот цветок у меня выживет, но я пока вот поливаю, удобрять я не буду, почему, потому что достаточно удобрения, там я посмотрела, когда немножко пошуршала, там, ну, рыхлила, я посмотрела, но все-таки это букет, так, уже, по-моему, два месяца он у меня стоит, этот цветок, и еще постоит, потому что я его не буду пока никуда утилизировать, пусть пока стоит, пока сам не загнется, а вдруг и не загнется, так вот, два месяца букет, чтобы стоял, это большая редкость, так, здесь клетку одну я уберу, а может быть оставлю, ну, короче, так, поубираю, подсвечник у меня стоит и зимой, и летом, потому что иногда вечером мы с Александром зажигаем, чай пьем, или что-нибудь еще, вино, например, столовое, такое сухое, так, картину тоже уберу, вы помните, вот эту картину мне дарили дети, нам дарили дети, Александр скажет, тебе, тебе, нам дарили, здесь вот, нажимаешь на кнопочку, и загорается свет в доме, и когда смотришь, такое впечатление, что там действительно живут люди, приехали на дачу, или что, в прошлом году, классные картины, прям замечательные, честно говоря, когда были у нас гости на праздники новогодние, я ничего не говорила про картины, не про ту картину, ангелы, смотрите, как переливается, не про эту картину, я ничего не говорила гостям, сами увидели, сами посмотрели, сами восхитились, а мне-то как приятно, я же рукодельница, я как бы своими руками долгое время все это делала, и, конечно же, очень приятно, когда хвалят, ну, и как и вам, наверное, да, когда вы что-то сделаете, приготовите там кому-то, комплиментик какой-то, и, естественно, естественно, вам приятно, так, вот это букет тоже не забудьте, короче, я сейчас буду все собирать, убирать, и заодно еще и пройдусь вместе с вами, посмотрю, точно ли я все убрала, меня спрашивали, я не ответила, ну, были праздники, вот про эту ветку, она заснеженная такая, и она силиконовая ветка, где я покупала, я покупала, по-моему, в обе, классная, классная, классная веточка заснеженная, и снег с нее не стряхается, вот, видите, он прям, он хорошо приклеен, прилип, я не знаю, что с ним делали, вот эти веточки покупала в фикс прайсе, по-моему, еще новогодняя коллекция там есть, но уже со скидками, девочки, если кто-то что-то пожалел, там на что-то денежку, да, вы можете сейчас в фикс прайс зайти, и там будут скидки, потому что я видела, но мне ничего не нужно, я была с Александром, и он мне говорит, Светлана, тебе же ведь ничего не нужно, я говорю, нет, так, ну ладно, что, давайте, я продолжу, не буду отрывать вас, задерживать вас, вернее, покажу уже, когда уберу все, ага, кто это, кто это, кто это, кто это, конечно же, зласть, Тена, и Мишель, Зластена, и Мишель, помощницы, вот сейчас будут мне помогать, знаете, хорошо у нас не кошки, Саманта пришла, Сомочка, а то кошки реагируют очень сильно на елку, игрушки, и так далее, я босиком по дому хожу, у нас тепло, с доом, далеко от моего отрина, Субтитры сделал DimaTorzok Елка у нас уже собрана Пока Александр там по своим делам, по нашим делам ходил Уже елочка собрана, готова, все Игрушки, хлопушки, гномы, веночки новогодние Все, все, все убрано и место вот свободно Так, и Александр уже дома, сейчас поможет мне замотать коробку елочную И все в гараж И в гараж И потом покажем, какое у нас новое приобретение А посмотрите, кто это? Кто это? Вот где мы, там и они Говорят, знаете, что кошки ближе к хозяину, к человеку Ну тогда у нас кошки Кошки, кошки Потому что, ну где мы, там и они И главное все, вот все рядышком Вы знаете, компанийская, семейная собака Одна из немногих пород, которая будет у вас прям вот с вами Я разговариваю, хвалю вас, а вы зеваете Девушка Ну какой-то непорядок прям Ну что, новогодние праздники закончились, девочки? Елки? Нет Да, ну что поделать Вернулся сюда стол Удлинитель можно убрать Потому что уже не пригодится Это мы на елку вешали две гирлянды Поэтому нужно было Так, стол На столе у нас мандарины Пока будут зимние месяцы Будут мандарины и апельсины Потому что мы цитрусовые очень любим Ну и будут стоять Вот эти вот зайчики Вазочка зайчики Как раз символ года Видите, как прям пригодилась Свечка Свечка с ароматом ели Подушки я думаю оставить Как вы думаете Пусть лежат Ну в принципе можно убрать Ну напишите Как вы думаете Убрать их или нет Они в принципе Погоду не делают Иллюминация у нас Каскад и зимой и летом Очень уютно Приятно Так, я опять Тут протирала все И отключила Камин Камин остается Все нормально Здесь у нас Подсвечник икея Он здесь и стоит всегда Оставила я Композицию Вот эту вот Из ели бабочки С новеньком на весну Очень такая симпатяшка Так, что у нас там Там у нас стоит Ну, ваза у меня Птички Потом фруктовница Туда, кстати Можно положить яблоки У меня яблоки есть Их нужно только перемыть Ваза здесь остается Здесь тоже все остается Здесь у нас Две золотые клетки Композиция Которую подарила мне Опять же Александра Невестка С елью И хлопком Ну, и подсвечник Со свечами И где же у нас был Александр Александр у нас ездил По своим делам Плюс он привез Два стула Которых мы заказывали В принципе Была доставка Но он говорит Я все равно На колесах Поэтому На машине Нет, не наша машина Мы не покупали машину Я заберу стулья Мы заказали с Александром Два стула в гостиную Почему два? Потому что Нам сюда нужно Именно два Не три, не шесть, не десять А именно два стула Так Стулья Два стула Вот один здесь стоит Второй Там стоит Ну, они потом Подвинуться Будут стоять Рядом со столом Называется Я точно не помню Шейх Малый шейх Как-то так Что-то с шейхом связано Так Это дерево Очень красиво Выполнено Смотрите Розы Я знаю Что есть еще Комплект Называется Розы Там входит И плательный шкаф И Что там Кровать Для Ну, женский стол Там Все наши Прибамбасы Косметический стол Вот Ну, короче Очень много чего И Также и Стулья Так, ну давайте Посмотрим вместе с вами Потому что я еще не успела Даже посмотреть Полы помыла Все убрали Сейчас Александр Отнесет в гараж еще Так Здесь у нас Вот такие вот Резные Фентифлюшки Розочки С позолотой Очень все мило Красиво И посмотрите Как совпало Ну, конечно Мы когда заказывали Мы понимали Что мы хотим Цвет обивки И Цвет Штор Да Не такая Ну, не такая обивка Точь-в-точ По цвету Мы и не хотели Чтобы было Это прям Вот знаете Все одинаковое Потому что Здесь нужно Побледнее Если было бы яркий Такое Было бы некрасиво Да Тематика Цвета Одна Еще Как вы видите Все это В упаковочке Так Снизу У нас тоже Рифленые Тоже розы А может быть Это шейх розы Как-то там Малый шейх Может быть розы Нужно посмотреть Так И вот так Все это выглядит С обратной стороны То же самое Так Сейчас Ой Они тяжелые Эти стулья С обратной стороны Тоже есть Обивка Ну и Рисунок Повторяется Вот Вот так Как ты донес Саша Или тебе помогли Кого Стулья Ну так В руки взял И понес Но они тяжеленные Прям жуть Ну дерево Есть дерево В общем Вот такие вот Стульчики Заказывали специально Для гостиной Чтобы вот Все У нас Гармонировало Так как Сюда нужно было Именно два стула Ну и это тоже Подвинется К столу Все то же самое Ничего Это самое Никакой разницы Между ними нет Как вы понимаете Что сюда В гостиную Шесть стульев Совершенно не нужно У нас Большой диван И Люди Садятся Вокруг Стола И плюс Вот два Стола Больше нам Не нужно Ну конечно Если у нас Гостей Прибавится Намного прибавится Придется докупать Их можно заказать Они вообще По заказу Уполняются Поэтому Можно Заказать На заказ Мне очень Понравились Эти стулья Вот даже Смотрите По цвету Как Смотрится Вот этот Подвес С натуральным Шелком Нить Шелковая Ее сразу видно Она такая Очень Нежная Это знаете Как у Павлопосадских платков Там Стопроцентный Шелк Кисть Поэтому Ее прям Сразу видно Очень Совпадение Такое Ведет Плюс Вот эту Игрушку Я оставила Я ее наверное Выкину Потому что Она у меня уже Я не знаю Сколько она у нас С Александром Эта игрушка Ей уже пора На покой Она Вот здесь Я ее просто уронила Поэтому на покой Ее пора Ну если только Перевернуется Сердечко Можно купить Что-нибудь другое Так Ну что Все девочки С новогодними Праздниками Можно уже Можно сказать Благополучно Мы Попрощались И останется Только вот Эта вот У нас Красота Ну пусть Постоит Я думаю Долго будет Постоять 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 Постоять